МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА До отправления поезда осталось буквально пару минут. Швейцарцы страшно пунктуальны во всем. Поэтому поезд отойдет секунду в секунду по расписанию. Я не боюсь, что он меня раздавит. Что касается вот этого отвесного подъема, то это не фуникулер. Принцип действия фуникулера основан на канате, на тросе, который тянет механизм наверх. И он был изобретен раньше. А вот этот поезд, он действительно уникален. За счет чего? За счет вот этих вот зубцов, которые являются как бы дополнительным рельсом. А на поезде колесо, которое в нужный момент, когда уж очень круто, включается, а когда ровная поверхность выключается. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А теперь посмотрите на форму этих зубчиков. Ничего вам не напоминает? Не напоминает ли вам это знаменитый шоколад швейцарский? Такой же формы. На самом деле все, кто производит этот шоколад, говорят, что это форма гряды горной. Вот так выглядит в том районе, и поэтому так шоколад и сформирован. А жители Монтрё говорят, нет, шоколад такой, потому что такие наши зубцы. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я никогда не понимал, зачем в поезде руль. Я и сейчас не понимаю, но рулю поездом, причем каким? Мы поднимаемся сквозь туман, сквозь какие-то пороги, завалы. Наши колеса цепляются за зубья. Это все довольно экстремально страшно. Но представьте себе нашего оператора, который бежит перед поездом и снимает это все, чтобы вы могли увидеть, как выглядит знаменитый вот этот зубчатый поезд. Сейчас буду поворачивать. Еще бы его не задавить. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Облака, они остались далеко внизу и оказались на какой-то немыслимой круче, проехав сквозь молоко. На такую высоту, на такую крутизну могут подняться только вот этот уникальный зубчатый поезд и козлы. Я имею в виду козы, которые вот здесь пасутся горные, которым не страшны эти уступы. А теперь напрашивается вопрос, зачем же построили этот поезд? Зачем такую сложную конструкцию соорудили? Конец 19 века, начало 20-го, Швейцария вдруг превращается в мировой курорт. Здесь и озера, и пастбище, и горы, и все это полезный климат. И вот тогда туристы продиктовали свои условия, потому что они не могли, как пастухи или как Набоков, подниматься пешком 6 часов на вершину горы. И для них построили вот этот поезд, который стартовал впервые в 1898 году. И вот туристы приезжают сюда, в этот туман, посмотреть на какую-то экзотическую флору, фауну. Здесь растут и дельвейсы, и сам воздух очень целебен. И козлы, козы и я. Редактор субтитров А.Семкин